Убали увалил Иное. Дойнер проиграл. Титул Наоя. Кубрат вернулся после секс-скандала. Херин чемпион. В общем, все как надо. Сондорф первую защиту провел. Дэвин Хейни, также Орел. Новости, обзоры. В общем, все как всегда. Новый выпуск Ринг-шоу. Иди-ка сюда. И начнем мы обзор поединков прошедшего уикенда с вечера бокса, состоявшегося в четверг рано утром на супер-арене японского города Саитама, где обладатель титула чемпиона мира по версии WBC во втором легчайшем весе Нардин Убали во второй раз защитил свой пояс чемпиона, победив Такума Иноя, которому и нанес первое поражение на профессиональном ринге. Как мы и предполагали, Нардин смог таки переработать своего соперника за счет опыта и более лучшего физического и функционального состояния. Такума Иноя смог доставить неприятности Убали только в первых трех раундах. А после того, как побывал в нокдауне в четвертом раунде, он начал включать заднюю, что позволило Убали более уверенно атаковать и дойти без проблем до финального гонга, победив на картах всех трех судей. Для Убали данная защита титула вполне рядовое событие. И теперь ему остается только ждать предложения о проведении более значимых и в финансовом плане также поединка против возможных соперников, а это Золани ТТ, либо Наоя Иноя. И в Майн-Ивенте вечера бокса на суперарена состоялся финал суперсерии бокса во втором легчайшем весе, который получился интригующим, зрелищным и очень интересным. К сожалению, чемпион мира по версии WBA с приставкой супер Нанита Дойнер проиграл, пройдя полную дистанцию, обладателю титулов чемпионов мира по версии WBA и IBF Наоя Иноя. Нанита Дойнер подошел к этому поединку на пике своей физической, функциональной и боевой формы и смог дать в первой половине боя Иноя настоящий, жуткий, зрелищный, интригующий бой. Правда, после прохождения экватора Нанита начал немножко угасать, а побывав в нокдауне в 10-м раунде, он еле-еле оклемался в 11-м и решил рискнуть, пойдя вперед в финальном раунде, но Иноя, отбегавшись, смог дойти до финального гонга, победив единодушным решением судей. И после поединка Боб Арум официально заявил о том, что подписывает контракт с Наоя Иноя и следующие свои бои он будет проводить в Соединенных Штатах Америки, но с этим придется подождать, а почему, вы узнаете в блоке новостей. Далее уикенд бокса мы продолжим на арене Чуканчи Парк, Фресно, штат Калифорния. В главном поединке Андеркарта, вернувшийся после секс-скандала, последующей дисквалификации штрафных санкций Кубрат Пулев, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, прошел 10 полных раундов в противостоянии с довольно-таки опытным и стойким джорни-меном Руделом Букером. Бой Кубрата Пулева против Рудела Букера имел, скорее всего, одно главное условие. Ребята получат гонорар, если пройдут полную дистанцию боя, то есть все 10 раундов. И Пулев, собственно говоря, не напрягался, он имел полное преимущество, начиная с первого раунда. Рудел показывал неплохую оппозицию, пока был физически и функционально способен это делать, но после окончания пятого раунда Букер, в принципе, принимал все, что выкидывал в его сторону Кубрат Пулев. После седьмого раунда команда Рудела постоянно спрашивала его о том, не хочет ли он прекратить поединок. Рудел говорил, что он в порядке и, собственно говоря, пропуская в каждом раунде кучу ударов от Кубрата, все-таки дошел до финального гонга, проиграв единодушным решением судей. И теперь Кубрату Пулеву ничего другого не остается, как дождаться результата второго поединка между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Арабских Эмиратах, чтобы понять, кто же будет его соперником, в котором он и будет оспаривать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. И в Майн-Ивенте сержант морской пехоты, а также обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Джамил Херинг впервые защитил свой титул, победив проспекта Ламонта Роуча, которому и нанес первое поражение в профи. В принципе, поединок проходил так, как мы и предполагали. Джамил Херинг делал для своей победы ровно столько, сколько необходимо. Проблема была именно в Ламонте Роуче, который слишком уж уважительно относился к своему сопернику, поверив в то, что он может победить Джамиля только в чемпионских раундах. В 10-м он усилил напор, в 11-м смог даже потрясти Херинга, но окончательно опрокинуть его в финальном раунде, увы, не сумел. Победа Херинга единодушным решением судей. Проведя обязательную защиту, у Джамила Херинга появляется масса вариантов проведения уже добровольной защиты против китайского или японского претендента, выполняя желание Боба Арума войти и закрепиться окончательно на японском и китайском рынках бокса. И заканчиваем мы обзор поединка прошедшего уикенда главными боями, состоявшимися на Степл Сент-Арена Лос-Анджелес, Калифорния. В главном поединке андеркарта чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Саундерс впервые провел защиту своего чемпионского пояса, победив в довольно-таки зрелищном и интригующем поединке жесткого Марцелла Истебана Кассереса. Кассерес стал для Саундерса настоящей головной болью, причем в прямом и переносном смысле слова. Кассерес упрямо шел вперед, показывал очень хорошую физику и функционалку, заставлял Саундерса работать жесткими ударами и очень много маневрировать. Проще говоря, он изматывал чемпиона и, скорее всего, в чемпионских раундах Кассерес и должен был, что называется, дожать Билли Джо Саундерса. Но, увы, раскрывшись для атаки в 11-м раунде, Кассерес пропускает удары Билли Джо Саундерса, оказывается на конвасе и, конечно, он смог подняться, но находился, видимо, в состоянии Гроги, поскольку очень быстро последовало еще два нокдауна, после чего рефери вынужден был остановить поединок, констатировав победу Саундерса нокаутом в 11-м раунде. И напомним, что для Билли Джо Саундерса данный поединок был добровольной защитой своего титула и теперь его ожидают, конечно же, обязательные защиты и его соперниками могут стать первый номер рейтинга армянско-канадский боец Эрик Бажинян, либо расположившийся на второй строчке рейтинга WBO австралиец Рохан Мердок. Но выбор, конечно же, за Эдди Херном. И в Майн-Ивенте на Степл-Центр-Арена чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни проводил своеобразную инаугурацию своего чемпионского пояса, который он получил без поединка, а после того, как Василий Ломаченко стал франшизным чемпионом, собственно говоря, отдав титул реального чемпиона Девину. Девин вышел в ринг против весьма неуступчивого бойца из Доминиканы Альфреда Сантьяго, которому и нанес поражение, но основательно при этом поработав. Соперник Девида Хейни Альфреда Сантьяго заставил его основательно поработать в этом поединке. Конечно же, сказалось то, что Хейни, получив соперника слишком поздно, напомню, за неделю до поединка, явно не был готов к этому бою. Так что ему пришлось в большинстве эпизодов действовать вслепую. Очень много понадобилось Девину времени, чтобы разобраться с дистанцией, с таймингом соперника и заставить, собственно говоря, Альфреда Сантьяго делать то, что необходимо Девину. Поединок был по-настоящему конкурентно способным и вот со своей стороны заметим, что Девину Хейни, несмотря на все его заявления о поединке против Василия Ломаченко, выходить в ринг против хай-тека явно рано. Девин Хейни побеждает Альфреда Сантьяго единодушным решением судей, проведя один из самых сложных поединков в своей профессиональной карьере. После своей победы Девин продолжает заявлять, что Василий Ломаченко будет настоящим обладателем всех четырех чемпионских поясов только лишь после того, как проведет поединок с ним. Случится это или нет еще тот вопрос, но если отойти от Василия Ломаченко, то Девину придется в скором времени защищать свой титул либо против Джервонты Дэвиса, либо против Райана Гарсии. Что тот, что другой явно не подарок. Вашему вниманию новостной блок и те новости, которые сотряснули мир бокса на прошедшей неделе. Понедельник, 4 ноября. ВАДА выпускает пресс-релиз, в котором указывает на то, что чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Рэй Варгас, а также обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC на легчайшем весе Хулио Сезар Мартинес, провалили тест на допинг, поскольку в их организме найдены остаточные следы кленбутерола. Напомним, что данный препарат применяется в Мексике в мясной промышленности. Руководство WBC принимает решение не наказывать боксеров, поскольку количество препаратов незначительно, и это говорит о том, что боксеры не принимали препарат специально. Напомним, что с кленбутеролом имели проблемы такие мексиканские гранты бокса, как Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Оскар Лариус и в последнее время Сауль Альварес. Во вторник, 5 ноября, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Диантей Уайлдер высказал свое мнение в отношении франшизного пояса чемпиона по версии Всемирного боксерского совета. Диантей заявил следующее. Этот титул освобождает от обязательных защит, а я против этого. Чемпион должен проводить обязательные защиты против тех парней, которые кулаками проложили путь к этой позиции. Я не против того, что этим титулом владеет Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Они не хотят проводить добровольные защиты, это их дело. Я же являюсь истинным чемпионом, который будет выходить в ринг против тех соперников, против которых должен проводить поединки. Среда, 6 ноября. Руководство Всемирной боксерской организации вынесло ультиматум командам Мэриса Брейдиса и Кшиштофа Гловацкого в том, что до 25 ноября они должны определиться с датой и местом проведения их второго поединка. Напомню, что первый поединок закончился скандалом. Мэрис ударил Кшиштофа локтем в голову, благодаря чему Гловацкий, собственно говоря, и проиграл. Если до 25 ноября команды не смогут договориться, руководство WBO назначит проведение аукциона заявок с минимальным гонораром 300 тысяч долларов. И теперь дилемма. Дело в том, что Мэрис готов провести поединок против чемпиона мира по версии Айбеф Юрекерса Дортикуса в финале Всемирной суперсерии бокса. И что теперь будет делать Мэрис? Вопрос. В четверг, 8 ноября, Эдди Хирн начал рассуждать о том, кто же может стать следующим или следующими соперниками Сауля Альвареса. Так, в среднем весе это может быть Геннадий Головкин, который владеет титулом чемпиона мира по версии Айбеф, или чемпион мира по версии WBO в среднем весе Диметриус Андрей. Также может соперником Сауля Альвареса стать чемпион мира по версии WBO во втором в среднем весе Билли Джо Сондерс, или обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в супер-миддлвейд Лиам Смит, при условии, что Лиам 23 ноября сможет побить Джона Райдера. Если Джон Райдер побьет Смита, тогда он может стать соперником Сауля Альвареса. Также Эдди Хирн заявил о том, что возможно объединительный поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сауля Альвареса против его коллеги, обладателя титула чемпиона мира по версии WBA супер Дмитрия Бивола. Он отверг всякие разговоры о проведении матча-реванша против Сергея Ковалева, и также о том, что Сауль Альварес пойдет в крузера. О поединке против чемпиона мира по версии WBC IBF Артура Биттербиева. Эдди Хирн сказал следующее, что это очень сложно для организации поединок с Бобом Арумом, будет договориться непросто. В пятницу 9 ноября в китайском городе Фуджоу начала работу 98-я конференция Всемирной боксерской ассоциации, возглавляемая ее президентом Джульбертом Миндосой. По словам Миндосы, он хочет принести в Китай бокс как великое, светлое, большое, но на самом деле все звучит так. Ребят, у вас в Китае тут денег полно, и мы хотим получить свой кусок этого пирога. В субботу 10 ноября очнулась промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува, которая заявила, что теперь Сергея Ковалева ожидают исключительно чемпионские поединки. Это может быть бой против обладателя титула чемпиона мира по версии WBA Супер Дмитрия Бивола, либо поединок против чемпиона по версиям WBC и IBF Артура Беттер Бива. Это обусловлено тем, что с 2013 года Сергей Ковалев проводит исключительно бои за титул чемпиона мира. Он уже их провел 18, и данную традицию Кэти Дува прерывать не собирается. В воскресенье 11 ноября выяснилось, что шествованию на Оя и Ноя по рингам в Соединенных Штатах Америки помешает банальная травма, а точнее травма, полученная в противостоянии против Нанита Дойнера. Дело в том, что у Иноя повреждены орбитальные кости правого глаза, а также лицевые кости, а именно верхней челюсти. Врач сказал, что ничего страшного, немножко спокойствия, немножко реабилитации, но на все это потребуется как минимум 3 месяца. Так что Боб Арум, подписавший Иноя, должен будет подождать. Предстоящий уикенд бокса принесет нам целую кучу поединков от Всемирной боксерской ассоциации и тех титулов, коих там очень и очень много. И первый вечер бокса состоится ранним утром пятницы на Маргарет Корт. Арена это Мельбурн, Австралия, где 28-летний обладатель титула чемпиона Океане, естественно, по версии WBA, первым легчайшим весе Эндрю Моллани, будет оспаривать право временного владения поясом чемпиона мира, по версии Всемирной боксерской ассоциации в этой весовой категории, выйдя в ринг против 33-летнего Элтона Дарри, который владеет титулом чемпиона Федерации Центральной Америки, естественно, по версии WBA. Это будет бой двух боксеров, которым ой как не терпится почесать кулаки о головы своего соперника. Фаворитом у нас является Моллани, поскольку он более молод, опытен, быстр, и даже оказываясь на канвасе, он находил в себе силы подниматься, продолжить бой и, конечно же, побеждать. И благодаря всему этому он и переработает Дарри, и мы предсказываем победу Моллани техническим нокаутом во второй части боя. В пятницу, но уже вечером в холле парижского отеля Accord, 32-летний обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Арсен Галамирян, впервые будет отстаивать подарок от Бейбута Шуменова, выйдя в ринг против 37-летнего чемпиона Океани, естественно, по версии WBA австралийца Кейна Отца. В этом поединке мы не видим особой интриги Арсен, куда более квалифицированный боксер, да еще и с ударом. И, конечно же, его опыт и уровень навыков не идет ни в какое сравнение с подобными показателями у Отца, который побеждал боксеров, чей суммарный рекорд составляет 8-10 поединков. Единственный вопрос, насколько стоек у Отца, чтобы не упасть в первом раунде, но сделать это во втором. А то, что победа Арсена будет техническим нокаутом во второй части боя, мы не сомневаемся. В субботу на хале Месса Арена, это немецкий городок Галли, расположенный на берегу реки Зале, в главном поединке вечера бокса 30-летний обладатель пояса чемпиона мира по версии международной боксерской организации в полутяжелом весе швед Сфен Форлинг впервые защитит свой чемпионский статус, одновременно оспаривая вакантное право временного владения титулом чемпиона мира по версии WBA против немецкого боксера Доминика Бюзеля. Поединок в равной степени может быть зрелищным и интригующим, и нудным, и скучным. Все зависит от действий Доминика, точнее от того, насколько он может вытянуть на ответную конфронтацию обычно спокойного Свена, который делает для своей победы ровно столько, сколько необходимо. Мы надеемся, что благодаря родным стенам и поддержке публики, Бюзель навяжет Свену довольно-таки жесткий бой и победит единодушным решением судей. И завершим мы будущее уикенд-бокса в Лондоне на арене Йорк Халл, где состоится бой за вакантный титул чемпиона мира по версии международной боксерской организации в первом легком весе между 28-летним левшой Алексом Дилмагани и 25-летним Франциско Фансека. Бой, на наш взгляд, будет весьма зрелищным Фансека и еще тот рубака, который идет вперед, проглатывая удары своего соперника с явным желанием донести свои варежки до корпуса и головы оппонента. Алекс не менее рубака, но у него, на наш взгляд, более высокая квалификация бокса. Не знаю, закончится ли поединок досрочно, здесь упасть может каждый в любом из раундов, но нам кажется, что Алекс переработает Фансеку, победив решением судей. Вот и все, о чем я хотел рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы узнать о всех обновлениях на нашем канале, оставляйте ваши комментарии, лайки и, конечно же, если вы можете помочь нам сделать большое великим, мы будем вам в этом признательны, а как это сделать, вы можете прочитать под этим видео. Пишите нам по адресу theringshowsobaka.gmail.com, заходите на обновленный аналитический информационный ресурс theboxing.com.ua, ищите нас в пабликах Instagram, Twitter, Telegram, Viber, и, конечно же, становитесь нашими друзьями на Facebook. И помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни происходило, все всегда будет бокс. Ну а теперь обращение к тем, кто все-таки выполнил нашу просьбу и досмотрел этот выпуск The Ring Show до конца. Вас ожидает, я надеюсь, очень приятный сюрприз. У меня в руках подарок от Александра Бойко и его компании, которая выпускает самую лучшую снарягу для бокса, кикбоксинга и других боевых видов спорта. Это перчатки, на которых расписались отец и сын Геннадий и Влад Сиренко. Влад здесь написал «Жду в ринге», приглашение, и вот подпись «Удачи всем» от Геннадия Сиренко. Что вам нужно сделать, чтобы получить эти перчатки? Все достаточно просто. Лайкайте это видео, поделитесь им и оставьте комментарий. Ну а мы, собственно говоря, среди всех, кто выполнит эти условия довольно-таки простые и определим победителя. Смотрите всегда программу полностью, поскольку сюрпризы еще, конечно же, будут.